Добрый вечер, меня зовут Борис, я попал в McKinsey Implementation и сегодня я расскажу вам и Вите, как я туда попал. Боря, расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд, про свой опыт работы и как долго ты готовился к интервью, консултинг. Ну, начнем с того, что я пришел в консултинг, уже пришел после 12 лет опыта работы и мой опыт работы как раз привел меня к тому пониманию, что я хочу в консултинг. Начинал я давным-давно, в дремучие времена, когда еще не было ЕГЭ, я окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ ВМК МГУ, это такой странный факультет, он как бы про математику, но как бы не очень крутой мехмат, которых я очень уважаю, но они, вот сколько я знаю мехматовцев, они все очень крутые и все немножечко странные. А ВМКшники, они такие более практичные и предметные. Я еще тогда помню дверь с надписью КПМГ на факультете, и все ходили и обсуждали, что же там такое, она никогда не открывалась. Что же там такое было, она всегда была заперта, и там никогда никого не было. И на самом деле на тот момент я даже не представлял себе, что такое консултинг. Ну, я думаю, что многие в конце девяностых, они не представляют себе. В конце двухтысячных. В начале двухтысячных, вот так. В начале двухтысячных мало люди представляли, студенты, о том, что такое консултинг. И у нас не было так американской практики, как ивенты для студентов, приходите к нам работать, потому что нас круто. Я такого не видел. Зато нас старательно учили управление проектами, нас учили программировать. Что я могу сказать хорошего про ВМК, очень хорошего? Нас учили переводить программистский язык на человеческий. И, на мой взгляд, это очень важная часть всей дипломной работы, которую я делал по взаимодействию между государством. Я сейчас помню, там было что-то про взаимодействие государства и IT. Это умение переводить IT-шный язык на человеческий. После этого я где-то лет пять работал в разных маленьких IT-интеграторах. Я помогал перестраивать бизнес-процессы. Я немножечко и сам поработал, и консультации давал. Но потом, в определенный момент, в 2009 году, я перешел в другую компанию и полностью сменив род деятельности, ушел от Professional Services и перешел в розницу. Вышел в СУМ работать с люксовым продуктом. И тут началась моя эпоха ритейла. Я считаю, что розничный рынок – это очень интересное направление, в котором есть все. От непосредственного изучения потребителя до сложных логистических цепей, производства. можно построить, если посмотреть на весь value chain розничного продукта, он затрагивает все аспекты жизни человека. Начиная от сбора ингредиентов в полях, заканчивая продажей конечному потребителю, использованию и выбрасыванию. Я занимался помощью байерам в закупках. Говорил, почему нужно покупать рубашки в полоску, а не нужно покупать рубашки в горошек. И как нужно правильно выбирать размеры для магазина, обувные размеры для магазина, и почему нельзя покупать одинаковое количество всех размеров. Через пару лет в меня поверили в Иреаль. И здесь я благодарен очень на тот момент человеку, который в меня поверил, француз, на тот момент управляющий маркой Lancome. И я сразу получил большую команду. Я получил команду в 60 человек. И через год их уже было 200. Здесь ключевой моей задачей было намечиться говорить всему остальному офису, что эти люди не просто так находятся в компании. Мне пришлось доказывать, что они рентабельные. Мне пришлось показывать то, что они работают, как они работают, где они работают, направлять их на работу в нужные места, где они наиболее рентабельные. И здесь как раз и начался мой путь в очень глубокий анализ вещей, с которыми раньше я не сталкивался. А здесь мне необходимо было быстро придумать решение к сложным вопросам. Там же я создал бы свое одно из ключевых достижений, информационную систему для отслеживания торгового персонала, которая сейчас удостоена награда, премия года по версии клуба IT-директоров России. У меня были и публикации в секрете фирмы, Intelligent Enterprise насчет системы для контроля торгового персонала. Я знаю, что многие после этого начали их пользоваться. Но так или иначе, я начал заниматься внутренними консалтинговыми проектами. И в один момент, я еще тогда помню, мой HR, тоже француз, мы с ним считали какую-то вещь по поводу системы мотивации. Он мне сказал, что посмотри, вот было исследование одной консалтинговой фирмы, очень большой и крупной, BCG. Почитай, они сделали уже интересный проект, они как раз писали об этом вопросе. Тут я понял, что есть что-то еще, чего я не знаю в этом мире, про те компании, в которых можно было бы интересно работать. Вот она, дверь снаппится к КПМГ на ВМК. Да, вот оно, что произошло. Так что, спасибо моему HR, он сейчас очень большой человек в Уриале, уже не в России работает. Он мне направил в нужном направлении, и я понял, что туда можно двигаться. Но этого на самом деле было пока еще недостаточно. Еще через пару лет пара моих знакомых, с которыми я очень плотно работал в Уриале, один ушел в Бэйн, другой ушел в BCG. И тут я понял, что дверь-то рядом. Вот она, эта дверь. Снова, она еще и приоткрылась. Да, она еще и приоткрылась. И я понял, что это не такие космические люди, которых я себя до этого представлял. Ну, скажем так, я никогда не боялся задач, но в данном случае все-таки это была такая для меня некоторая мифическая область, в которой бы я хотел когда-нибудь работать. Здесь я понял, что пора хотение перекладывать на задачу. И я поставил себе цель работать в той компании, в которой я хочу работать. Я посмотрел на рынок, я понял, какая компания номер один. Я всегда работал в компаниях номер один на том или ином этапе рынка. Работал в ЦУМе. Это топ лакшери ритейл в России. Я работал в Реальдо. Это топ компания в косметическом секторе, в сегменте. Значит, я должен выбрать McKinsey как топ консалтинговой компании. Именно этим ей сделал для себя таким направлением для работы на следующие два с половиной года. Два с половиной года. То есть, получается, ты готовился с момента решения о том, что появишь в консалтинг до вот оффера прошло два с половиной года. Два с половиной года. Серьезно. И что ты делал эти два с половиной года? Это был тернистый путь. Я решал кейсы, я проходил интервью в разных компаниях и ждал того заветного момента, когда же я смогу пройти тест, которого я боялся как огня и наконец смогу пройти на живое интервью в Макиндзе. А, и как огня ты боялся пести путь? Пести. Для меня после решения пятидесяти кейсов кейсы больше меня не пугали. Я знал, что я могу это сделать. Это интересно, весело. Я всегда любил, оказывается, решать кейсы, потому что я делал это на работе в том числе. Мне было интересно не просто решать кейсы, я очень люблю давать кейсы. И я считаю, что это тоже очень важная честь подготовки. Я думаю, что тебе после этого видео очень много напишут. Готовься. Да мы можем спрятать твои мейлы, если что. Да, я очень люблю давать кейсы. И считаю, что каждый человек, который готовится, должен не пренебрегать возможностью давать кейсы. Потому что это не обязанность, как многие воспринимают, это привилегия. Дать кейс таким образом, чтобы помочь человеку, это раз. Во-вторых, последить за тем, как решают другие люди. И если вы найдете партнера, который решает лучше вас, это очень ценно. Если вы найдете партнера, который решает хуже вас, вы можете помочь ему прийти к лучшей форме и увидите, что он для этого делает. Но это отдельная история. Расскажи про тест. Почему ты теста боялась? Слушай, ты закончил ВМК, ты работал в международной компании, с английскими у тебя все окей, по математике ты соображаешь, но что еще это тебе нужно? Десять лет после универа, в тот момент, когда в универе еще тестов в российском не делали. Я никогда в своей жизни не писал тесты. Сейчас человек, пройдя ЕГЭ, ОГЭ, еще миллион других тестов, еще заодно ГМАД, сдавший на 750 баллов, он, я думаю, ему не будет таких больших проблем психологически решиться на тесты. я как человек, ни разу не делавший тестов, реально его боялся. Это раз. Во-вторых, я его завалил один раз, после этого получил психологическую травму на долгое время. На два с половиной года? Да, примерно. Чуть поменьше. Меньше. Это где-то на полтора года я получил психологическую травму от тестов. и для меня было сложно еще раз подойти к этому снаряду. Я понимал, что мне необходимо что-то, чтобы а, повысить свою уверенность, б, повысить свои навыки. Возвращаясь к процессу получения того и другого навыки. У нас есть миллион книжек, но лучше всего послушать лекции и мне, честно, мне аудио слушать проще. Видео с графиками еще проще. Можете в меня кидать камнями, книжками и прочим. Ноутбуками с видео. Да, ноутбуками с видео. И мне больше более приятно слушать, чем читать. Это раз. Во-вторых, это много-много-много практики. Где можно взять много практики на курсе? И мало того, когда ты сам себе говоришь, ну, я хорош, я уверен, я сделаю, это одно. Когда тебе тренер говорит, по статистике ты можешь. Это совсем другое дело. На мой взгляд, вот этот буст к уверенности на всех этапах очень важен. И здесь я бы всем рекомендовал, безусловно, взять себе тренера, коуча, неважно где. Это может быть тренер, который вам будет вкладывать навыки, это может быть коуч, который поможет вам самим прийти к навыкам. Не путайте два пункта. В любом случае, если вам кто-то другой поможет повысить уверенность, например, моя жена мне помогла очень во многом улучшить свою уверенность, потому что она меня поддерживала на все, все это время она меня поддерживала и говорила, что вот этим могут, почему-то не можешь. Соответственно, очень важно с кем-то позаниматься. Даже если это будет маленькое занятие, важно позаниматься. Сложно, какие сложности в тесте? опять же, кому я рассказываю? Сложности в тесте все знают. Это время, казалось бы, много математики. На самом деле ее там не так много, как кажется. Куда страшнее это не математика, а тот факт, что вы можете по большей части математических вопросов ни черта не считать, потому что есть обходной путь. Самое страшное это время. Здесь мне немножко повезло, потому как та практика, которую я для себя выбрал, которая мне показалась наиболее интересной, оказалась еще и позволила мне писать тест чуть больше, чем всем остальным. И это было важным подспорьем. Как ходят слухи, чтобы узнать свой результат в ПСТ, нужно стать старшим партнером, поэтому когда-нибудь я надеюсь. Либо подружиться с рекрутингом. Так что я надеюсь, что я когда-нибудь смогу ответить, какой же у меня был результат. Тогда ты не сможешь это рассказывать. Да, точно. Не смогу. Ты сам узнаешь, сам узнаешь. Ну, хотя бы сам узнаю. Но, да, мне кажется, это самый сложный был этап для меня. После чего сразу могу сказать, сами интервью это были очень приятные интересные беседы с менеджерами и партнерами. В них я уже не чувствовал какого-либо страха, я не чувствовал какой-либо неуверенности. Я уже был королем мира, я прошел тест. Я сделал то, что у меня не получалось два года. Ну, слушай, вот подобную историю, на самом деле, о том, что интервью легко прошли, это был приятный разговор, часто рассказывают. И другие успешные кандидаты, это как бы окей. Тут интересно узнать, как ты готовился к этим интервью, причем интересно не только как ты кейсы решал, но и как ты вообще делал подготовку, может быть, по фит-части, как ты проделал свою домашнюю работу. Вот это вот очень интересно. О, это очень важно. Кейс, это считайте такой скелет, того, что вы, точнее, половина скелета, ноги. Ноги скелета. Да, ноги скелета. Вы можете их отполировать, хорошо собрать и сделать. Что еще нужно? Нужно еще с верхней части скелета, а это ваш background-эфит, который вам тоже нужно структурировать и дать это не просто высыпать кучу фактов на интерьер, а уметь его структурированно давать. Таким образом, у вас получится один красивый такой большой отполированный скелет. Увы, скелетов туда не берут. Соответственно, что нужно еще? А еще важно наполнить его мясом, то, что я называю мясом, это вы сами. Это то, как вы можете рассказать, как вы можете поддерживать беседу, сколько с вами интересно, потому что вы будете разговаривать с человеком. Чтобы быть интересным человеком, нужно как минимум быть немножечко с ним на волне. Нужно понимать, какие у него интересы, интересы могут быть у людей в этой среде. Нужно иметь свои собственные интересы, которыми интересно поделиться. И эта работа, она тоже растянулась на большой период времени, даже больше, чем эти два с половиной года, потому что я неосознанно готовился к этому всю свою жизнь. И помните, я говорил о том, что не нужно забывать про свою собственную работу, пока вы готовитесь. Это очень важно, потому что именно там вы зарабатываете это самое мясо. Работая с проектами в индустрии, работая с проектами, возможно, для студентов тоже подойдет, работая над экстракаррикелар активитиз в университете, вы создаете это мясо, о котором будет интересно разговаривать. Я рассказывал истории о том, как я делал трансформацию value chain в компании. Я мог рассказать какие-то интересные тонкости не просто о том, что вот я нарисовал такую схему, продал ее туда, ее приняли, я всех убедил, окей, точка. Нет, я рассказывал интересные вещи о том, как мне пришлось собрать 10 абсолютно непохожих на друга людей, замотивированных разными вещами друг от друга в одной комнате и убедить их потратить свое личное время для того, чтобы нарисовать новый процесс. Мало того, потом мне их нужно было снова разделить, чтобы они поработали маленькими командами и приглядывать за каждой из команд. Эти проекты, которые вам могут показаться на основном рабочем месте как что-то не очень интересное. Вы уже там, вы уже впереди, вы уже проходите интервью, вы уже внутри компании, в которой вы хотите работать. Вам уже может здесь быть что-то неинтересное. Это неправильно. неправильно. Это в корне неправильно. Потому как именно то, что вы делаете здесь и сейчас, и чем больше вы берете на себя вещей, которые по-хорошему вам бы не нужно было делать, какие-то новые проекты, новые начинания, новые идеи, которые вы будете внедрять в свое нерабочее время, чтобы улучшить работу в компании, в которой вы работаете, все эти проекты будут частью вашего фита и того мяса, которое вы будете рассказывать, которым вы будете обклеивать свой скелет на интервью. Неинтересно разговаривать с человеком, который родился, походил на работу, посчитал ПНЛ и пришел к ним на интервью. Да правда. Окей, но мясо про себя ты насобирал, и ты его собирал в течение своей карьеры. Понял. Как ты насобирал мясо про консультантов? Нужно делать домашнюю работу. Очень важная домашняя работа. Вы идете к людям. Про большую часть этих людей вы можете почитать у них на сайте. Откройте. Вы знаете, на какую практику вы идете. Как правило, знаете, сложно не знать. Вы открываете сайт McKinsey, либо сайт той компании, в которую вы идете. У них есть список партнеров. И смотрите про них, читайте про них, что они писали, на какие темы они писали. Многие из них публикуются в Forbes, многие из них публикуются в других изданиях, многие из них выступают на телешоу, на бизнесовых телешоу. Я помню, когда я готовился, я смотрел интервью людей, либо их выступления на подобных мероприятиях, чтобы понять, что человеку интересно, о чем он говорит, какими вопросами он занимается. Например, я в рамках своего интервью поднял очень интересный технический вопрос с своим собеседником, и он задержал себя, чтобы рассказать мне много интересных деталей, которые были интересны мне и ему, потому что я вовремя правильно узнал, во-первых, я узнал, что ему это интересно, я знал, что он этим занимается, мне самому это было интересно, я ему задал этот вопрос тогда, когда ему было интересно про это рассказать. Домашней работой здесь является понять, с кем вы будете говорить. Источники могут быть. Первый, самый главный источник – Google. Пользуйтесь им. Это ваш друг, я думаю, на долгое время, и до этого, и после. Google очень важный друг. Особенно после. Google – это главный инструмент консультанта. Здесь ты лучше знаешь, да. Главный. Вот. Собственно говоря, дружите с Google. Во-вторых, дружите с с прессой. понимаете, какое издание скорее всего будет иметь наибольший отклик. Ну и примерно представляйте себе, чем может человек интересоваться работая в этой среде. Зная, что вы, что не знаю, он скорее всего вырос в Советском Союзе, ну подумайте о каких-то мемах, которые существовали в Советском Союзе. Если вы знаете, что человек родился в 90-е, ну подумайте о мемах 90-х. Если он учился в Штатах, ну подумайте, о чем там могли говорить. Собирайте вот эти маленькие фрагменты себя, которые в итоге вам помогут и помогут в разговоре с теми людьми, с которыми вы встретитесь на интервью. Вы, конечно же, не узнаете назаранее, кто у вас будет. Но вы можете с достаточно высокой вероятностью предположить отрасль, вы можете предположить какие-то общие вещи, которые могут быть интересны. Ну и если мы говорим о втором раунде интервью, интервью с партнерами, ну вы можете уже столько всего прочитать, потому что все эти люди, они достаточно известны. И сложно не найти ничего. есть ли еще что-то, в чем заключается домашняя работа по подготовке к интервью? Давайте подумаем. Что еще важно? Это мы сейчас поговорили про фит. Мы поговорили про беседу. Если мы говорим про кейсы, там есть очень важный такой пункт, как брейдстормы. Люди боятся брейдстормов. Я придумаю три, а меня спросят четыре, а меня спросят пять, а меня спросят шесть. Опять же, возвращаясь к всей подготовительной работе на вашем основном месте работы, решении кейсов, в чем еще плюс решения большого количества кейсов? Когда вы столкнулись с большим количеством похожих ситуаций, вам будет намного проще брейдстормить. Самое важное, у вас может быть заготовка, плохо сказать заготовка, у вас может быть миллион разных ситуаций, которые могут охарактеризовать, почему упала прибыль, почему упала выручка. Важно в рамках интервью внимательно услышать интерьера, что он рассказал вам про эту ситуацию, из вашего большого пула выбрать то, что наиболее релевантно. Никогда не относитесь к каким-то креативным задачам, которые будут возникать у вас где-то, как пьерли креативным. Сделайте креатив заранее. Подумайте, посидите и подумайте дома, можно без партнера, можно без человека, который будет с вами это решать. Нарисуйте себе какие-нибудь гипотетические ситуации и накидайте вариантов. И накидывайте вариантов, пока есть силы. А потом запишите их, структурируйте и сделайте себе карточку подсказку, с которой вы будете днем периодически просыпаться и читать. Вот так бы я рекомендовал готовить креатив, которого многие боятся. С другой стороны, структурирование брейнстормов тоже вам всегда может помочь. А как вы можете структурировать брейнсторм, когда вас что-то спрашивают, вы вначале говорите какие-нибудь две большие простые категории и пока вы это произносите, у вас уже рождаются мысли, то мясо, которое вы им наполните. Очень важна скорость. Не потому, что от вас хотят вот так вот ответов, совсем не поэтому, а потому, что человеку приятнее с вами говорить, нежели смотреть на то, как вы так вот что-то пишете. Это разрывает диалог, нельзя разрывать диалог. Старайтесь никогда не разрывать диалог. Понятно, что это нужно делать в определенных местах. Когда вы делаете структуру, вам нужно ее делать. Мне ни разу не позволили закончить рисовать структуру. Маленький секрет. Я продолжал говорить про структуру устно, не дорисовав структуру. Но старайтесь никогда не делать и не брать паузы. Многие учебники вам скажут обязательно возьмите паузу перед выводом, обязательно возьмите паузу перед анализом графиков. Если вы можете этого не делать, не делайте этого. Иногда интервьюеры просят сразу сказать. Видимо, когда после уже третьего интервью в день. Сколько можно? Скажи прямо сейчас. Самое главное, если вы хорошо все записали до этого, тот же вывод, это самая простая вещь, которую можно не делать, где можно не брать минуту. Это самое простое, потому что все выводы вы уже записали на ваших листах. Если правильно писали, конечно. Если правильно писали, и если вы правильно раскладываете листы на столе. Это все тактика. Вы можете хорошо решать кейсы, не забывайте чтобы в любой момент могли увидеть полную цепочку вашего решения, не переворачивая листы, не переворачивая бумагу, не копаясь в бумаге. Если вы пишете плохо, как я, вам обязательно нужно писать на нескольких листах и раскладывать их. У меня такой почерк, что в принципе кроме меня никто не может читать, поэтому важно, в моем случае очень важно было писать именно так. Может быть кто-то это может держать в голове, мне проще писать и раскладывать на листа. Что еще с точки зрения тактики ты можешь рассказать? Что тебе помогло на интервью? Вот именно тактические моменты, не умение решать кейсы, а умение как-то преподнести, что-то показать, рассказать, не знаю. Подумайте о шутках заранее, в которых будете говорить. Это не значит, что вы их Но полезно иметь в запасе пару шуток. Полезно знать, полезно читать еще важный момент, бриф, который вам всегда дадут листочек о том, кто будет ваш интервьюер с его проектами, с его хобби, интересами и прочим. Тем более, что прочитав до этого описание партнеров на сайте, вы же, скорее всего, знаете, что там будет написано. И если вы знаете что-то такое, что вы прочитали, а тут не написано, спрашивайте про то, что вы прочитали где-то еще. Ну, ничего не удается, ну, перед вами есть шпаргалка, прочитайте ее обязательно. Не задавайте стандартных вопросов интервьюера, ну, ему тоже скучно, но не всегда. Может быть, я не прав. Опять же, я успел пообщаться с четырьмя очень интересными людьми, но это всего лишь четыре человека из компании, с которыми я успел пообщаться пока что. на интервью. Поэтому я бы очень рекомендовал быть собой. Тупой совет, который все дают, он очень интригиален, очень прост, но секрет его в том, что вам на самом деле нужно быть собой. Если вам проще говорить быстро, а вы считаете советы, говорите медленно, чтобы вас всегда расслышали и поняли, не обращайте внимания на эти советы. вы говорите так, как вам удобно. Это не значит, что вам нужно делать что-то странное и непонятное и неправильное, но не пытайтесь сделать что-то через силу, это видно. это я могу сказать, как человек, который в свое время нанимал людей в другой компании, видно, всегда. так что мой совет в первую очередь построить то мясо, которое вы будете рассказывать, наполнить свой рассказ, свой фит и в том числе свой кейс своими какими-то своими взглядами, своим отношением к этому и своим опытом и быть собой. Борь, расскажи, пожалуйста, про то, как ты готовил резюме и, может быть, даже мотивационное письмо. О, это очень интересно. Вообще, я начал с того, чтобы мне нужно было понять, как мне сделать из резюме на пять листов, которые у меня получились, с перечислилением всех своих проектов, со всеми деталями. Хорошее резюме максимум на два листа. Кому-то лучше на одни делать. На два тебе можно, кстати, сделать паузу, потому что у тебя большой опыт. То есть, у человека с большим опытом 12-15 лет, конечно, две страницы уже окей. Если у вас опыт меньше пяти лет, то все-таки лучше уместить в одну. Сразу могу сказать, никто не читал вторую страницу. Ну, то есть, никого не интересует, что у меня было пять лет назад. Правда. Но, возможно, это потому, что я так построил свое резюме. Ну, заголовочек. Ладно, я думаю, что вообще можно было не писать. Сейчас ретроспективно я думаю, что какие-то вещи туда можно было не писать. Чем меньше слов и воды, тем более информативна эта вещь. Что нужно в первую очередь сесть и понять, а что человеку интересно, который будет это читать. И вот именно так я и сделал. Я подумал, вот хорошо, вот будет это читать консультант, который скринит резюме, у него есть 30 секунд, чтобы посмотреть на мое резюме и понять, будет он его читать дальше или не будет он его читать дальше. Соответственно, я использовал жирный шрифт, я использовал какие-то хайлайты для того, чтобы показать самые интересные и вкусные вещи. что интересно, крупные имена и крупные цифры. Никого не интересует, что вы там пилили, делали и так далее. Я это сразу повыкидывал просто как не имеющийся. Я вообще не писал о своих основных функциях на своих должностях. Я писал исключительно про проекты. Я указывал должность кратенько, ну, как кратенько можно уложить мою должность. У меня они все из пяти слов. И проекты. Такой-то проект, такие-то результаты, такие-то хайлайты. Например, я внедрил систему контроля торгового персонала, которая позволила сократить затраты в 10 раз и при этом позволила получать данные не через 20 дней после их возникновения, а сразу же онлайн. Вот такие хайлайты и интересные человеку, который будет читать. Сокращение затрат 20 раз, увеличение доли рынка на 5 пунктов, сокращение товарных запасов на миллион евро. Что принесли ваши действия вне вашей основной работы, какую пользу компании принесли? Потому что вас рассматривают не как индустриального эксперта, который будет делать ровно то же самое, что вы уже делали, только у них в компании. Поэтому принципиально отличаются консалтинговые CV от неконсалтинговых. Потому что человек, который читает ваше резюме, ему не интересна та деятельность, которую вы делали просто на основной работе. Соответственно, у меня был целый лист под проекты. И кратенько о предыдущих местах работы. Где, в принципе, тоже были проекты, но их по большей части там все вынес вверх-вперед. Один раз задали мне вопрос про правообразование. Но, на мой взгляд, достаточно просто одной строчки. Если вы опытный специалист, оставьте это где-то внизу. Через 10 лет не так важно, где вы учились. Там, ваш GPA и прочее. Ну, на мой взгляд, это не так важно. Может быть, я ошибаюсь. Я это написал, но это все было очень консайз. Такие вещи, как навыки, хобби. У меня про хобби вообще ничего не написано. Не стоит фокусировать на этом внимание. Самое интересное, что читают, это проекты с громкими названиями Марки Ланком, Джорджо Армани, Ивсал Норан. Чувствуете? По-другому немножечко звучит, чем... Запах на парфюм. Да, да, да. Чуть-чуть получше. Если вы работали, не знаю, Газпром, Лукойл, Би-Пи, вот про это пишите. Громкие названия, громкие цифры и индивидуальные проекты, с которыми вы лично работали. Так, а мотивационное письмо? Мотивационное письмо. Ну, пишите правду, что я еще могу посоветовать. Если вы пишете, и вам не кажется, что это правда, это плохое мотивационное письмо. Да, но если мотивация, это хочу работать в крутой компании, чтобы мне платили кучу денег, и чтобы я летал в дорогие отели в бизнес-классе. Окей, а для чего? Вот что вы хотите от большого количества... Маленький, маленький офф-топик. Когда я захотел попасть в консалтинг, я вообще не думал вот об этой части. Мне просто было интересно, чем люди занимаются. Это единственное, что меня тогда волновало. Так вот, возвращаясь к вашей мотивации, здесь скорее я бы порекомендовал коуча по личностному росту, чтобы чуть более внимательно сформулировать ваши ожидания, но если не заходить так далеко, подумайте, а для чего вам это нужно? Почему вы хотите это получить именно здесь? Как же эта компания вам позволит это сделать? Вы хотите много летать. Что это значит? Что вы хотите работать на проектах с крупными компаниями по всему миру и работать в компании с международным охватом. Или где-то в Сибири. Или где-то в Сибири. Сибирь тоже неплохо. Это правда, кому что интересно. Там северное сияние есть. По-моему. Опять же, я люблю летать. Мне нравятся командировки. Мне просто это нравится. Поэтому я так и указал, что да, я хочу работать в этом направлении, в этих компаниях, потому что у меня будет большой охват по географии, по разным проектам. Я могу полностью погружаться в работу с клиентом в местах, где работает клиент. Это интересно. Любая ваша мотивация, даже самая, казалось бы, простая, на первый взгляд, за ней что-то лежит. Потому что просто хотеть много денег неинтересно. Можно хотеть много денег для чего-то. Ну, я, например, хочу жить вечно. Поэтому для этого мне нужно много денег, и мне нужно иметь некоторое влияние на индустрию, на здравоохранение, чтобы развивать то направление. Быстрее уже нашли способ. Быстрее, да, уже шли в этом направлении. То есть придумывайте реальную мотивацию и верьте в то, что вы написали. Если вы в это верите, в это поверят другие. Дальше следующий шаг, чтобы то, во что вы верили, соответствовало то, во что верит компания. Если компания верит во что-то другое, ну, может быть, правда не вам. Если похоже, напишите это так, как хотели бы, чтобы о вас прочитали в этой компании. Да. Хорошая идея. На самом деле твой рассказ про зачем Макинзе, мне кажется, является исчерпывающим ответом на то, что писать на сезону письма. И что рассказывать потом на интервью. Да. И все-таки мотивационное письмо, оно не про ваши навыки, умения. Ну, можно сделать какой-то хайлайт, но пишите о том, что вы хотите. Оно как раз и говорит про мотивацию. Тебе это же письмо не навыково-описательное. Да, это мотивационное письмо, его нужно воспринимать как мотивационное письмо. и могу точно сказать, их читают. Интересно, поскольку, да, у меня все время в разговорах есть дебаты с теми, кто как-то про это знает, кто говорит, читает, кто говорит, не читает. Все-таки ты склонен. говорят, читают. Ну, я не могу не верить людям, которые мне с той стороны подсказали, что они все же читают. Ну, и плюс, как говорится, тихая украинская ночь, но сало надо перепрятать. Поэтому, если есть вероятность, что читают, лучше написать так, чтобы было хорошо читать, конечно. Конечно. Расскажи, пожалуйста, как ты организовал всю эту подготовку, поскольку тут много всего происходило, два с половиной года, и это еще ты совмещал с работой. Как? Во-первых, я должен сказать большое спасибо компаниям, которые позволяли приходить на работу после своего рабочего времени и пользоваться аудиторией. Наличие места, где люди могут порешать, это очень важно. Я собрал группу людей, которые хотели попасть туда, которые просто хотели порешать, потому что им это было интересно, которым просто было любопытно. И сделал такой свой маленький кейс-клуб. Очень важные аспекты, которые я здесь могу назвать. Он не должен быть большим, вы не делаете промышленный кейс-клуб из сотен человек. Их и так уже достаточно, поищите. соберите единомышленников, с которыми вам интересно, удобно, приятно решать, с которыми вы можете обмениваться кейсами и решать всем вместе. Обсуждайте какие-то тонкости, структурах, подходах между собой. у меня был свой кейс-клуб из десяти человек, и половина из них сейчас работает в крупных компаниях, остальные либо нашли свое призвание в индустрии и очень неплохо продвинулись, либо работают в компаниях поменьше. И я, если честно, я последний из всех, кто оттуда вышел. Мне было приятно смотреть на людей, которые... Пришлось ходить в кейс-клуб уже в одиночестве. В одиночестве, да. Но на самом деле это приятно, когда люди, которых вы готовите, куда-то проходят. Это очень важно, это приятно. Самое главное, эти люди же потом вам смогут помочь, потому что у них есть какой-то инсайт, они вам рассказывают, а что же там было. И потом они могут вам помочь, рассказав про то, как люди вообще там работают. Это важно знать, важно понимать, чем живут люди внутри компании. С учетом того, что все они не так прозрачны, как казалось бы, иметь знакомых внутри полезно. Они помогают вам сосредоточиться на том, что туда можно пройти. Вы их видите, они для вас пример, вы туда идете. Как ты свое время организовал? Время? Ну, нужно просто понимать, что если вам нравится решать кейсы, это будет вашим удовольствием. То есть, вы решаете кейсы, ну, до 10 вечера вам нужно понимать, что вы будете решать кейсы. Я решал такие, в яркие моменты я решал по 3 кейса в неделю, плюс выходные. в расслабленное время, ну, по кейсу раз в 2 недели, просто чтобы не избавлять хватку. Иногда я просто готовил людей, я просто занимался не тем, что я решал кейсы, я давал кейсы. Это тоже очень важная часть подготовки, потому что давая кейс, вы получаете опыт того, как другие люди решают, вы видите их ошибки, хорошие места, вы учитесь формулировать обратную связь, которая вам поможет всегда, везде и всегда. Очень важно правильно принимать обратную связь и давать обратную связь. Соответственно, не пренебрегайте возможности давать кейсы. Это тоже часть подготовки, и когда у вас нет сейчас активной цели, вот прямо сейчас экстренно к чему-то подготовиться, давайте кейсы. Вам люди потом с благодарностью ответят тем же, когда вам это понадобится. С тестом сложнее. Когда ты готовишься к тесту, ты готовишься к тесту. У тебя нет ничего больше, кроме подготовки теста. Я решал каждую минуту, которая у меня была свободная. Я решал тесты по заданиям, я решал просто тесты. В транспорте я открывал приложение, учился устно считать, и практически 90% своего свободного времени я тратил полностью исключительно на решение задач тех или иных математических, логических, всяческих. Подготовка к тесту, такая, именно активная фаза подготовки к тесту у меня заняла, я думаю, где-то два месяца. Рассчитывайте на это. Не обязательно сразу готовиться, если вы боитесь того, пройдите скринь, пройдите что-то. Там тоже люди, они понимают, что если вы опытный специалист, вам нужно дать время на подготовку. Попросите, скажите, что да, окей, я с удовольствием, но мне нужно подготовиться. Это важно. нету ни у кого внутри там задачи сделать для вас процесс интервью сложным и непроходимым. Тем более, они все тоже понимают, что тест это сложная часть. Возьмите время на подготовку и подготовьтесь. Не спешите. Нельзя спешить с тестом. Это сложно. Это правда сложно. И здесь я на полном серьезе говорю. Тест это сложно. Слушай, то есть я понял с точки зрения подготовки. Конечно, очень много времени и сил нужно потратить и ты должен поставить это своей основной целью. Пройти тест. Если тест перед тобой, ты прям тест фокусируешься на нем. Если кейсы, ты фокусируешься на кейсы, а на кейсы ты вообще давно фокусировался и даже свой клуб сделал. Ты, конечно, то, чего не хватает многим людям. Вот так усиленно. Да, упорно и сконцентрированно готовиться к какой-то одной задаче. Но если ты так готовишься, конечно, вероятность пройти очень высокая. Вот ты сейчас прошел. Расскажи, пожалуйста, почему ты вообще хотел идти в McKinsey? Вот ответ. Почему McKinsey? Часто спрашивают, всегда спрашивают новых консультантов, те, кто подается, почему. Вот как бы ты ответил на это? И почему ты идешь с McKinsey Implementation? Почему Implementation? То есть два вопроса. Ну, очень важно. Вам на этот вопрос придется отвечать на интервью. Хотели бы вы этого или нет? Если вы не хотите, вы вряд ли пройдете интервью, если вы не хотите отвечать на этот вопрос. Это тоже видно. Могу вам точно сказать, это видно. Почему McKinsey? Безусловно, я знал людей, которые прошли туда, я знал людей, которые пришли туда из других консалтинговых компаний. У меня был знакомый, который вначале поработал в Bain, потом он перешел в McKinsey, я слышал его отзывы. И, на мой взгляд, это те люди, с которыми мне хотелось работать вместе. Мне, я даже больше скажу, на прошлой работе люди рекомендовали посмотреть именно McKinsey. Менеджер, она была на позиции директора по рознице и обучению в Восточной Европе, очень высокая позиция. И как раз мы с ней обсуждали те проекты, которые мы делали. Мы говорим, в McKinsey, да, примерно вот такими вещами занимаются. Примерно вот про тебя, да. Это компания, в которой люди занимаются тем, чем мне хотелось бы заниматься. И это те люди, с которыми мне хотелось общаться. Во-вторых, это, безусловно, компания номер один на рынке. Я никогда не работал на компаниях меньше, чем номер один. Я хочу работать компанией номер один на рынке. Ну, это такой фетиш. И, безусловно, это implementation. В чем суть McKinsey implementation? Сходите к ним на мероприятия. Они часто делают мероприятия. Я надеюсь, я тоже буду делать эти мероприятия. Я уже сказал вам, что я хочу участвовать. Хочу быть таким евангелистом implementation в том числе. Вот когда одни очень умные люди придумали некоторую красивую историю, другие очень умные люди должны ее взять, посмотреть на ее критически и сказать вот это мы делаем, вот это мы не делаем, а весь работу заворачиваем. И каким образом из большой красивой идеи эта вещь станет рабочей красивой схемой. Я делал это в реаль со своими проектами. Я брал некоторую идею и делал из нее практику. Мне кажется, мне это нравится реализовывать какие-то красивые интересные вещи в практических инструментах, которые приносят пользу людям, компаниям и всем. И вот эта плотная связь стратегии имплементейшена это то, почему я выбрал имплементейшен. Потому что я считаю, что во многом многим компаниям сейчас не хватает своих собственных инструментов, своих собственных ресурсов, либо детального понимания, как можно это сделать. То есть у всех могут быть какие-то идеи. Эти идеи можно приземлять, можно развивать. Но самая сложная часть это взять эту идею и реализовать. И зачастую компании не могут этого сделать самостоятельно. и на мой взгляд не потому, что они не могут или не умеют или по каким-то таким причинам, а во многом потому, что просто у людей не хватает ресурсов времени заниматься еще и инновациями. Потому что не каждый сотрудник на рабочем месте готов свое экстра тайм пойти не просто попилить свою основную работу, а что-то улучшить. Моим принципом всегда было, если я делаю постоянно какую-то одну и ту же работу, значит, эту работу может делать робот. Я всегда строил свой подход именно так. Таким образом я и занимался в первую очередь внедрением каких-то инноваций во всей своей работе. И здесь я хочу заниматься тем же самым. То есть на самом деле учитывая твой опыт и твои склонности ты мог бы делать имплементейшн в том же диджитал например. Мог бы. Я думаю, что это была бы интересная идея. Надеюсь, что ты об этом расскажешь еще на различных ивентах в Макинзи. Очень надеюсь. Ладно, Борь, спасибо тебе большое за рассказ, мне было очень интересно. Теперь жди, что тебе напишут много ребят с просьбой показать, провести кейс-интервью. Я постараюсь помочь, я обещал периодически приходить и делать какие-нибудь короткие выступления в кейс-клубах. Если у меня появится такая возможность, время и возможности, я, конечно, постараюсь помогать. Да, это очень здорово. Окей, спасибо большое. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова